Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на пару клавиатур от Dark Project. Обе называются KD87, но отличий у них помимо дизайна тоже более чем достаточно. И первое отличие начинается с упаковки и комплекта поставки. Продаются клавиатуры вот в таких вот коробках разного размера. А все из-за того, что KD87 в мистическом дизайне идет вместе с магнитным нумпадом, которого нет в KD87 в японском стиле. И да, мистический и японский стиль это официальное название дизайнов этих клав. Ну, по крайней мере в сопроводительном документе так было указано. Комплекты поставок, кстати, отличаются не только наличием или отсутствием нумпада. У мистической клавиатуры в комплекте идет еще куча чистых кикапов вместо разрисованных, в то время как у японской альтернативных кикапов всего 4. Количество кабелей тоже разное. У мистики их 2. Причем один это Type-A на Type-C, а второй это Type-C на Type-C. У японской же только один кабель с Type-A на Type-C. Но в чем-то модели и схожи. И там и там есть защита от пыли. И там и там идут 4 запасных свеча James Moonstone. И конечно в комплекте лежит пулер и инструкция к клавиатуре. Хайлайт инструкции это гигантский QR-код, который обещает показать разборку этого борда. Но по факту ведет на YouTube, где всего 2 ролика. И те были выпущены года 2 назад и никак не связаны с этими бордами. Поэтому разборку клавиатуры походу придется показывать мне. Внешне борды отличаются тоже не только дизайном. У мистической версии есть экранчик и есть съемный регулятор громкости. Вместо него можно воткнуть обычный свитч и в софте назначить любое действие. На японской же KD87 нет экрана, да и роллер не модульный. Зато клавиш у японской KD87 на одну больше. Рядом с роллером есть кнопка Print Screen, которая судя по вопросам на зоне, много кому нужна. В остальном же клавы идентичны. По бокам и там и там есть магнитные коннекторы для присоединения нумпада. И хотя сейчас для японского варианта нет блока нумпада, говорят, что в будущем его можно будет купить отдельно и присоединить к имеющейся клавиатуре. На задней грани есть россыпь портов, включая Type-A и USB Hub. Есть и Type-C вывод, но он походу только для зарядки, так как от него телефон заряжался, но передачу данных включать не хотел. Между клавишами Escape и F1 есть статусные светодиоды, ну а над ними плашка с названием производителя. Блок нумпада присоединяется, как я говорил ранее, с помощью магнитов к любому из боков клавиатуры. Для этого снимаем заглушки и далее сила магнетизма надежно примагнитит блок к клавиатуре, и у вас вместо TGL-борда получится фулл-сайз. И на мой взгляд это очень прикольная тема, особенно если блок нумпада расположить на левом борту клавиатуры. Так и для активного махания мышкой место сохраняется, но и есть целый блок кнопок, на которые можно повесить любые макросы и активировать их левой рукой, и тем самым расширить свои возможности в игре. Ну а для тех, кто в Excel катки катает, думаю полезность нумпада объяснять не надо. Снизу клавиатура, как и сверху, тоже выглядит достаточно стильно. Особенно мне нравится мистическая версия, где цвет ног хорошо сочетается с черным дном. Ну и японский вариант, если честно, тоже выглядит зачетно. Наклейки с названием модели тоже дизайнерские, и у японской версии даже есть красный кружок, который возможно как-то связан с флагом Японии. Впрочем, самая полезная снизу это двухступенчатая регулировка наклона. Все ножки естественно прирезинены и сделаны из приятно мягкой резины. У блока нумпад, кстати, тоже есть регулировка наклона. Только там одна ножка, но зато она большая. Обе клавиатуры разбираются путем отщелкивания верхнего кожуха от корпуса клавиатуры. Конструктивно и тот, и тот борт это классический гаскет маунт. Но если в японской клаве плейт металлический, то в мистической он сделан из поликарбоната. Шумка на вид одинаковая. И там, и там на дне лежит слой парона черного цвета. Между платой и плейтом еще слой парона. Правда в этот раз он белого цвета. Под ним же проложен еще тоненький слой чего-то. По всей видимости это вспененный полиэтилен. Хотя в этом я не на 100% уверен. На самом дне корпуса мистической версии прикручен металлический плейт, который по всей видимости придает борту прочность. Клавиатура естественно поддерживает ход своп свечей. И установленный сокет всеядный. То есть он готов дружить и с трех и пятипиновыми MX свечами механического типа. В заключение блока про разборку я вам вот что скажу. Я вам настоятельно не советую разбирать эти клавиатуры. Собирать их обратно достаточно хлопотно из-за коротких шлейфов, которые соединят контакты в боковинах. Все мелкое, короткое и с плохим доступом. Поэтому берите клавы as is, без особых надежд на будущий моддинг. А то при сборке и разборке что-то порвать или оторвать проще простого. Кикапы у обоих бордов сделаны из твердого и износостойкого ПБТ пластика. На капах где нет рисунков применена технология двойного литья. И там символ это отдельный слой прозрачного пластика. Поэтому проблем с пропаданием легенд не будет. Кстати, внутренний слой капы сделан не из ABS пластика, а из поликарбоната, что должно по идее повысить светопропускание кикапов. На цветастые кикапы рисунок нанесен с помощью сублимации, так что они, к сожалению, не подсвечиваются. Качество изготовления капов стандартное для дарков, то есть приятный шрифт и относительно толстые стенки на месте. Ну и для этих клавиатур выбран CSA профиль, который лично мне очень привычен, ибо моя основная клавиатура на таком же профиле. Подсветка клавиатуры есть, и она реализована весьма недурно. Символы подсвечиваются ярко и равномерно, причем подсвечены, как вы видите, обе раскладки. Но и к плавности переливания цветов и к пиковой яркости, с моей стороны, замечаний, если честно, не будет. В обеих клавах стоят свечи James Moonstone, и про них, наверное, стоит сказать пару слов. Это полностью прозрачные, линейные, механические 5-пиновые свечи, сделанные целиком из поликарбоната. От обычных красных свечей эти свечи отличаются еще тем, что установлена более длинная пружина, которая, к тому же, еще и чуть более упругая. В точке активации усилие составляет 50 грамм, а в конце хода возрастает до 62. А вот длина хода и точка активации стандартные, то есть 4 мм и 2 мм соответственно. С завода свечи смазаны, а из-за буксовой конструкции облстэма минимален. В KD87 стоят стабилизаторы черри типа, и они тоже прозрачные. И, наверное, как и свечи, они тоже сделаны из поликарбоната. Стабы смазаны с завода, отчего длинные клавиши нажимаются плавно, без перекосов и без паразитного дребезжания скобы. Ну а теперь давайте на клавиатурах попечатаем. КОНЕЦ Что ж, в целом печать и там, и там более чем достойная. Лично моему уху больше нравится звук печати на мистической KD87. Все-таки поликарбонатный плейт делает звук набора текста чуть более глубоким. Хотя, конечно, определяющим в звуке можно считать работу свечей, которые из-за выбора материала изготовления все-таки звучат относительно ярко. Стабы же приятно удивили. Скобы не звенят и не гремят. Ну а больше всего меня удивила работа пробела. Обычно он громче всех отстреливает и тем самым нарушает общий звуковой фон. Тут же нет. Пробел малоотличим от других клавиш по звуку. И это здорово. Касаемо флекса у мистического варианта, то тут его не очень много. Все-таки в плейте нет прорези вокруг свечей. И поэтому, несмотря на материал плейта, при печати особой мягкости не ощущается. Для игр клавы тоже пригодны. Anker Lover, естественно, есть. Длинные шифты тоже. Стандартный верхний ряд клавиш тоже на месте. Ну и линейный свеч традиционно отлично подходит для игр. Так что, если много играете, и ту, и другую клавиатуру можно смело брать. Подключаются борды к компьютеру по кабелю. Штатный провод самый обычный и особо ничем не вделяется. В мистическом варианте есть еще и провод с Type-C разъемами на обоих концах. Зачем нужен он, не совсем ясно, но он есть. Отдельно кабели можно подключить и блок нумпада. И пользоваться, например, только им. И он будет работать сам по себе, и даже будет отдельно отображаться в софте. И кстати, софт тут вполне привычный для продукции Dark Project. Есть настройка биндов, есть макросы, да и подсветки пары вкладок отведено. У мистической клавы есть еще и вкладка для управления экраном. Но лично я там ничего не делал, так как дефолтная картинка ДП мне была нужна для видеоряда. И ее потерять совсем не хотелось. Некоторые настройки клавиатуры доступны и через Fn-слой. Комбинации расписаны в инструкции, но на сами капы не нанесены. И по-моему, эту практику компаниям стоит прекратить. Нанести сайт принтом комбинации на капы, ну, совсем не сложно. Зато пользоваться бортом будет в разы проще. Ну и на этом я с вами поделился всеми своими мыслями относительно КД-87. На самом деле обе клавы интересны. Чисто по дизайну мне больше импонирует японская версия, но и мистическая тоже выглядит более чем достойно. Магнитный нумпад тема хорошая, экрализации замечаний нет. При перемещении клавы блок не отмагничивается и следует за клавиатурой. Касаемо экранчика, то что он есть особой роли не играет. С ним, конечно, красивше, но сказать, что он сильно помогает в чем-то я не могу. Помимо экранчика есть и другие приятные фишки. Например, USB-хаб, в который можно воткнуть ресивер от мышки. Ну и радует, что в комплекте есть чистые кейкапы вместо тех, что с рисунками. Все-таки не всем могут понравиться смелые дизайнерские решения. Печать у клав приятна и без паразитных зонов или дребезжаний. Так что и печатать и играть на этих клавиатурах мне было в удовольствие. Из минусов отмечу лишь очень неинформативную инструкцию, которая, например, ни слова не говорит про то, что значит переключатели на задней стороне нумпада. Ну и, конечно, я думаю, вы заметили, что локализация софта на русский язык тоже далеко не лучшая. И в итоге, как продукты клавы нормальные или даже хорошие, но какое-то непонятное отношение компании к мелочам все-таки оставляет странное послевкусие. Что ж, думаю, на этом обзор я и закончу. Как и всегда, сегодня с вами был ЯТУШЕЛ. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и до скорых встреч в новых обзорах на канале ProDevice. Продолжение следует... Продолжение следует...